Ну что, начнём? Итак, самый первый вопрос, конечно же. Я очень прошу тебя представиться, кратко. Так как времени не так много, я думаю, ни у тебя, ни у меня. В общем, кратко своё имя, откуда, если хочешь, можно назвать свой возраст, конечно же. И как долго уже в Японии, вот. Хорошо, меня зовут Алиса, я ещё донора, я из Латвии. Как могу понять это? Как ещё раз? Алисе, эйшо, доннере. Это настоящее имя? Да, это настоящее имя. Алисе, это имя, Алисе. Ну, в принципе, это вариант Алисы. Алиса, то есть просто латышский и достаточно редкого написания. Доннере, это моя фамилия. А эйшо, это моё буддийское имя. Вот, вот, про это я так и подумала, что, скорее всего, это не латышская тема. Ну и расскажи, откуда ты? Я из Латвии. Сейчас живу в Японии, в городе Сэндай. Мне 35 лет. Я закончила докторантуру религиоведения. Сейчас преподаю английский в университете Тахоку-Какуин. И опционально, ещё временами, преподаю кросс-культурную коммуникацию. Есть такой предмет. И ещё я преподаю иногда, ну, делаю лекции по религии японской. Правда? Очень интересно. Ну, вот, меня интересует такой вопрос. Вот, как бы, ваше направление, ну, твоё, давай, на ты тогда уж. Я хоть выкаю, но на ты будем. Вот, твоё направление – это религоведение. Но в университете ты преподаёшь английский. Как так может получиться? Довольно просто. То есть, пока я училась в университете, я училась в университете Тахоку, я попутно преподавала, преподавала языки, я преподавала русский и английский. И, ну, у меня сложилась такая концепция, как можно было бы интереснее преподавать английский язык в университетах, потому что я видела, какие с этим, ну, проблемы. И я предложила эту концепцию университету Тахоку-Гакуин. Это не тот же университет, в котором я преподавала другой университет. Они согласились меня взять. И сейчас у меня немножечко, я хочу ещё немножко изменить вот это направление. И если получится, то есть, ну, если говорить о чём, в чём моя концепция, я хочу преподавать английский именно как инструмент кросс-культурного общения. Ага, tool, да? Моционального общения, да, tool. А язык это tool в первую очередь. Да. Это не какая-то вот наука огромная-огромная. Конечно же, наука, но в первую очередь это должно служить инструментом для общения. Просто я-то преподаю не у филологов. И филологи, да, филологам, конечно, нужны более такое, ну, именно углублённое изучение. Я преподаю тем, кто не будет работать с языком потом, именно как... Просто как лингвист. Да. А тем, кто на нём будет конкретно говорить. И, на мой взгляд, опять же, не очень правильно изучать английский как язык общения с американцами и англичанами, там, то есть, знаете, спикерами, как здесь очень часто преподают, с упором на американскую культуру, на английскую культуру и так далее. А скорее как инструмент общения с самыми разными людьми, потому что, ну, вот у меня, например, студенты очень часто жалуются, что они вроде учат, учат, учат язык, а потом они идут, например, куда-нибудь послушать какого-нибудь индийского лектора и не понимают вообще ничего из того, что он говорит. Потому что у нас индийский, вот этот, ну, индийский диалект не преподается, хотя, в принципе, индийцы себя очень часто называют именно native speaker, потому что у них же английский один из, ну, государственных языков до сих пор. И из-за этого они не могут, как бы, применять язык, ну, мои студенты. И я надеюсь, я сейчас уже немножко ввожу, как бы, в свои лекции именно понятие о том, что мы говорим на английском с разными людьми, и нужно, чтобы они вас понимали, соответственно, не пытаться приблизить свой язык к языку native speaker, а подстраиваться под человека, с которым вы говорите. То есть, например, это называется lingua franca, то есть такой международный общий такой язык, который используют во всех странах, и чтобы знать вот эти вот основы языка и в любом случае. Ну, в любом случае, чтобы понимать индусов, нужно очень много слушать на английском языке и смотреть и фильмы, и всё такое разное. Потому что я, например, как смотрю на американском языке и фильмы, так и на британском. Мне оба нравятся. Иногда я себя даже замечаю, что я иногда некоторые слова с таким британским акцентом говорю, а некоторые прям с таким американским. Но это речь не обо мне. Так вот, мы пропустили тут один момент. Как давно ты приехала в Японию? В этом году 10 лет исполняется, потому что приехала в 2012. В 2012, да? Ну, я просто на секундочку, чтобы тебе тоже было понятно, с кем ты разговариваешь. Немножечко только представлю. Ну, чтобы, хотя мои зрители на моём канале, в общем-то, знают, но чтобы тебе было более-менее понятно. На моём канале не знают. Да, а свой будешь выкладывать, да? Сегодня всё о тебе, не обо мне. Ну, просто чтобы было немножко понятно. Мне 45 лет, меня зовут Ольга. Я из России. Приехала в 2004 году в Японию. Ну, в общем, поженились мы, как жена. Никакой научной такой деятельности и никакой сверхзадачи и работы не было у меня, конечно же, к сожалению. Ну, ладно. Вот такие дела. Чтобы просто было понятно. Я, кстати, до приезда в Японию совершенно не зацикливалась на том, какого возраста человек, да? А когда ты живёшь в Японии, это настолько важно знать, какого возраста человек, как бы, как с ним общаться, да? Замисло? Ну, значит, ты преподаешь здесь английский в университете. Это отличная позиция. Это просто, мне кажется, что немногие иностранцы, даже native speaker, могут себе позволить такую роскошную работу. Я считаю, что это просто супер достижение. Ну, у меня вот такой вопрос. Тяжело ли было учиться именно в университете, ну, на вашем... Вы получали мастера или профессора? Профессора, да? Докторская степень, да, PhD. Но до этого я получала и мастера тоже. Потому что я приехала без особого бэкграунда именно в религиоведении. И я поняла, что это, в принципе, сильно мешает. Поэтому пришлось начать именно с вообще... Я буду с таким латышским этим... Потому что, на самом деле, я из Калининградской области. Как-то ты знаешь. Да, это живу на Балтийском море. И все мои родственники живут в Латвии. Вот большинство практически, да. Да, но корни мои литовцы, дедушка литовец, там у бабушки отец поляк. И все родственники в Латвии. И я каждое лето ездила в Латвию. Вот когда был Советский Союз, каждое лето я просто проводила в Латвии. В городе Даглпилс. Я тоже. И сколько попился ты? Правда? Я из Риги, но у меня очень много родственников живут в Даглпилс. Я думаю, может быть, вы там где-то виделись, нет? Ну, мужик. Ну, тут у нас-то есть. Там просто небольшой город. Очень красивый, очень красивый. Так вот, такой вот вопрос, Алиса. Было бы, было сложно учиться здесь в Японии? И ты училась на японском или на английском у тебя была программа? Я училась полностью на японском. О, круто. Сейчас практически нету. Ну, есть программы гуманитарные в некоторых университетах. Ну, вот, например, в университете Тахоку. Я не знаю, может, сейчас что-то они разрабатывают. Но когда я приехала, на гуманитарных именно дисциплинах не было возможности учиться на английском. И все непременно сдавали японский язык. И это было, ну, я бы сказала, что довольно сложно. Но я приехала уже с хорошим бэкграундом в японском языке. Но религиоведение... Ну, нет, в религиоведении можно делать очень разные исследования. Можно делать, ну, то, что здесь называется бункенчоса. То есть ты просто сидишь, обложившись книгами, что-нибудь там ищешь. Это тоже надо, в принципе. Да, это тоже, в принципе, возможно. Но у меня было именно полевые исследования. Я полевик. Полевик? Полевик, да. Я хожу в школе. Четыре-летних детей, что это такое для меня? Ну, я хожу, то есть я делаю непосредственное исследование. То есть я выхожу на место. Я общаюсь с людьми, делаю интервью. Я так себе представила. Там бедует невдикое наблюдение и так далее. И это требует еще, ну, такого специфических знаний японского, потому что ты берешь интервью у разных людей, они по-разному говорят. И, опять же, так как, ну, я изучала в основном материальную культуру. Вот мой предмет исследований, это статуи буддистские. То есть именно материя, да? Материя, вот. Не философия, не вот это вот духовное, где-то там внутри запрятанное, которое никак не вытащишь из человека, сложно очень, да? А ты именно конкретную, вот, я поняла. Именно, ну, я... Ощупать даже руками. Я говорю, что вот я не столько... Меня не столько интересует, как оно должно быть, как исследователя, а скорее, как оно реально есть. И поэтому это очень интересно. И я столкнулась даже с тем, что не очень много людей любят туда лезть. И, ну, скажем так, это очень такой спорный момент. Об этом очень много возникает споров, потому что, ну, скажем так, тут еще все очень быстро меняется, тенденции меняются. И вот, допустим, у меня были случаи, когда человек делал примерно то же исследование где-то несколько, там, ну, десятков лет назад. У него были одни результаты. А тут прихожу я со всеми другими результатами. И человеку, конечно, неприятно, он говорит, там, а может быть, ты что-то упустила, а может быть, там, что-то не так поняла. То есть, потому что оно не сходится. Ну, вот есть такие вещи. То есть, оно настолько все быстро меняется. И особенно, если приходится, мне кажется, работать именно с японцами, да, потому что я не думаю, что много иностранцев, которые исследуют вот эту тему, именно в Японии. Может быть, они, там, в Тибете или других странах. Достаточно много. Я бы сказала, ну, как бы, есть такая вещь, что, в принципе, я заметила, именно вот такое направление полевых исследований, ну, достаточно привлекательно для иностранцев. Есть, ну, даже у меня были немножечко такие, как бы, терки с другими полевиками, которые тогда... Потому что, ну, как бы, есть направление вот в тех же буддийских статуях, есть люди, которые изучают непосредственно самые знаменитые статуи, да, вот, которые, которым поклоняются, которые, допустим, где-то вот в одном месте очень крутые. А есть люди, которые изучают самые простые, там, более, ну, приземленные. Вот я и в второй категории. И в Японии я заметила, что с этим по-прежнему, к этому по-прежнему относятся с некоторым, ну, скептицизмом. И я слышала от моих японских сэмпай, что, типа, ну, это очень сложно. А стоит ли? То есть, может быть, ты сначала там съездишь в какие-нибудь нормальные, ну, такие вот крупные, большие храмы там, там происследоваешь, ну, там же все уже исследовано по сто раз. То есть, что я еще раз там смогу найти, вот, непосредственно. Мне хотелось именно пойти туда, где еще никто не был. И смотреть на те статуи, которые еще никто даже, ну, может, не описывал. Потому что я потом столкнулась с тем, что хожу вроде как, ну, с результатами исследований, допустим, которые сделаны были, ну, 10 лет назад, до меня. И вот я смотрю, допустим, написано, что в храме есть, там, 10 статуй, да, допустим. У человека вот описано 10 статуй. Я прихожу, а там их, ну, 50. И, то есть, остальные, не может быть так, что их за это время накопилось, потому что они, ну... Какие дожди, дождя. Да, это старые, это старые статуй. Просто человек их не учитывал, потому что, ну, вот это, она, как бы, ей поклоняются, она понятна. Ну, на записке. Достаточно такими достойными того, чтобы... Ну, в общем, такой вопрос. В общем, было нелегко, не совсем легко было изучать, обучаться здесь, в Японии, да. И я сразу иду дальше, потому что, я так понимаю, что вот эта тема буддизма, она настолько важна. Ну, и вообще, это вся, мне кажется, твоя жизнь, скорее всего, вот это вот все, от вооружения. И ты можешь говорить об этом часами и годами. Да, вообще, это точно. Это очень ограничено, и я хочу эту беседу свести более светской, светскую струю, чтобы вот люди, которые смотрят нас, не те, кто интересуется буддизмом, а те, кто интересуется Японией, и как сюда приехать, допустим, и как здесь жить, да, потому что буддизм, ну, такое очень направление узкое, тем более смотрит русскоязычная аудитория, которая, я думаю, что большинство из них христиане, в общем. Но у меня вот такой интересный вопрос, вот, а я так поняла, что ты заинтересовалась вообще Японией, японской культурой, японским языком и буддизмом, еще когда ты была в Латвии, правильно? Вот что тебя вот к этому сподвигло, почему это случилось? Не говори, что аниме. А может быть, и да. Ну, аниме я смотрю, понятное дело, мне очень, ну, естественно, естественно, и мангу читаю. А что нравится? Вот, у меня и манга. Манга, да, а что нравится из аниме? Много, я, я любитель, ну, я люблю Мидзаки, ну, вообще, а студию Джибри очень люблю. Да, я, мой любимый Сатоши Кон, опять же, тоже Сатоши Кон очень люблю. Ну, у меня, скажем так, местами, то есть я не очень глубоко в этом, но, ну, что-то смотрю, то есть, опять же. В любом случае, ты с вот этой культурой, что там? Ну, его, саму Тедзука очень люблю, но Тедзукой я уже больше даже заинтересовалась Японией. В общем, и ты заинтересовалась, вот что тебя сподвигло на Японию, скажем так, какой интерес, почему так случилось? Тут очень трудно сказать, что именно было катализатором. Когда меня спрашивают японцы, я обычно говорю, что японская литература, потому что, ну, я даже когда была маленькая, мне мама читала, например, куски записок в изголовье. Ну, потому что это красиво, это как бы такое вот, мне нравилось, но я даже не могу сказать, что это была именно японская культура, просто в какой-то момент, опять же, я поняла, что, да, я хочу изучать культуру, я хочу изучать серьезную культуру какой-то страны, какое-то направление, но это скорее будет азиатская культура. Даже когда я уже собиралась поступать, поступать в университет, мне было довольно трудно сделать выбор. У нас, например, был, ну, вот идти именно по Китаю или по Японии, и в пользу Японии я, наверное, все-таки, выбор в пользу Японии, наверное, все-таки сделала из-за литературы больше, потому что я думала, да, на тот момент я думала, что я буду изучать именно литературу. Окей, Алиса, а ты можешь сказать, в какой именно университет в Латвии? Что это за университет? Латвийский университет, ЛУ, ну, крупнейший, я не знаю, вот сейчас, по-моему, уже есть. Конечно, потому что, ну, как бы, ну, не все люди знают вообще так много о Латвии, скажем так, да, просто как ориентир такой, да, допустим, Латвийский университет. На тот момент ничего другого особенно не было, как мне кажется. И так много иностранных языков, да, и ты выбрал направление именно японский плюс еще, скорее всего, второй язык английский, да, я так понимаю? Английский я до этого изучала. Я поступила на японское, на направление именно по японскому языку, а английский я как раз изучала до этого. Меня очень, ну, тоже, как бы, именно спасло то, что у меня очень хороший был английский язык, потому что у нас очень, ну, какая-то часть лекций у нас в Латвийском университете у вас на английском. На английском, да. Ну, я вообще считаю, что, скорее всего, сейчас вы, я могу сказать, что ты молодая женщина, и ваше поколение, ваше, я на 10 лет уже старше, ваше поколение очень свободно и хорошо разговаривает на английском сейчас, да, в Латвии, я так понимаю? По большей части, да. А вот у меня такой вопрос, такой приземленный, нужна ли ли виза тебе в Японию? Нет, у нас безвизовый режим с Японии. А почему? Так вот интересно, ведь у тебя же открыты были дороги в любую страну, потому что вы в Евросоюзе, ты могла бы поехать туда, вот, например, моя двоюродная сестра, она уже лет 20, если не больше, живет в Ирландии, например, да, ну, а еще в Ирландии, там, другие родственники, молодые люди, там, Швецию, кто-то там изучать, обучать, ну, вот, почему вот в Японию-то приперли? Я, ну, нет одной какой-то причины, я бы сказала, что их несколько. Во-первых, начнем с того, что я до этого изучала немецкий язык, и, в принципе, вот, моя родня меня так подбивала ехать, там, в Германию, например, то есть, или там, ну, то есть, идти по какой-то более-менее приемлемой. Алиса, ну, ведь там как-то ближе, мне кажется, вот эта вот и тура, и вообще, не то, что здесь прям. Я не хотела, честно говоря, я не хотела, я не хотела, потому что, во-первых, ну, у меня был некоторый такой протест, потому что все это делают, я не хотела, как все. Алиса, одну секундочку, извини. Слушай, Алиса, мы уже разговаривали 20 минут, давай так по-быстренькому, ты все-таки тебя притянула в Японию, ты колебалась между Европой и Японией, и все-таки ты выбрала Японию, да? Ну, я не особо колебалась, мне не хотелось, мне не хотелось в Европу, честно скажу, потому что, ну, у меня был такой протест, я, вот все едут, я не поеду, это во-первых. Во-вторых, я уже очень четко осознавала, что у меня будет какой-то духовный поиск, и духовный поиск мне хотелось осуществлять подальше от христианства. Ну, в общем, поэтому мне хотелось именно ехать в Японию и делать духовный поиск там, наверное, потому что, ну, я это себе так не проговаривала, я только потом уже разбираюсь, поняла, что вот эти причины тоже в голове были, когда вот я, дело в том, что я никого даже не предупредила, когда я пошла, я отдала документы именно на японский. К счастью, у меня была очень большая возможность попасть на бюджет в университете, и мне не нужно было ни от кого зависеть, никого просить, там, оплатите мне образование, поэтому я просто пошла и отдала документы на японское направление, и потом уже всем об этом рассказала. То есть в то время можно было на бюджет поступить, да? Мне кажется, что сейчас в Латвии все, наверное, платное обучение, как в любой капиталистической стране. Я не знаю, опять же, как сейчас точно, но тогда была очень маленькая возможность. Допустим, ну вот там набирают поток, у нас был набирали поток, и 10 человек были на бюджете, если я не ошибаюсь. Ну, где-то так. Ну, я очень-очень хорошо сдала выпускные вот эти экзамены, получила очень высокий балл двум предметом, по которым всегда считают поступление в университет, то есть это латышский и английский. У меня был самый высший балл, и я очень надеялась, что меня возьмут на бюджет, и меня взяли. Да. Ну вот еще такой вопрос, сразу идем дальше, потому что мы можем разговаривать еще часа два, хочется сделать очень быстро, так компактненько, да? Ну вот приехала, значит, вы приехали в Японию, ты приехала, кстати, ты замужем, да? Да. Да. И вы приехали вместе с мужем, или он потом приехал к тебе? Он приехал потом. Потом, да? Ну вот, значит, такой вопрос. Что вот сразу, как говорится, было сложно в эту жизнь войти в Японию, в этот ритм, в эти, скажем так, customs, вот эти вот условия, все вот, в это окружение, в общество, или как-то, как по маслу, как говорится? Я бы сказала, что нет, как по маслу не было, но сложнее всего было то, что я впервые вообще жила одна. Это был мой третий раз в Японии, вот когда я приехала, я до этого еще в Японию ездила пару раз, но я впервые была одна вообще, то есть вот жила одна, это было немножко сложно. В общежитии при университете, или ты сама снимала квартиру? Сначала в общежитии, но у нас были отдельные комнаты полностью, все самостоятельно. Маленько так, цивильно. Да, в университет, ну, я предполагала, что все будет совсем по-другому, не так, как в Атвийском университете. Немножко были, ну, опять же, религиеведение, это очень, ну, такой особенный мир со своими собственными, как бы, порядками и так далее. Я думаю, что это во всех факультетах плюс-минус так, но ты сразу попадаешь в эти взаимоотношения. Мне было просто потому, что вокруг были очень хорошие люди. Мне дико повезло с сэмпаями, дико повезло. Да, такой интересный вопрос. Я буду перебивать прямо вот сразу. Много иностранцев было вокруг, которые учились в университете? У нас какое-то количество было. У нас в факультете было, ну, у нас вообще, вот университет Тахуку, он такой, в нем много иностранных студентов, реально много. Есть несколько организаций студенческих. Я, ну, временами в какие-то из них входила. Ну, у нас даже были, были другие иностранные студенты, в основном из Китая, Индонезии. И, опять же, тоже было просто, потому что, ну, ты с ними тоже взаимодействуешь, общаешься, и у вас такой комьюнити. Да. Складывается не только... В любом случае, да. Я думаю, что, когда студенты, они всегда, они находятся, скажем так, на одной волне. Они приехали все с одной целью сюда, как бы, учиться. И, соответственно, от этого вся и пляска-то идет, конечно же, это понятно. А вот с бытовой точки, как зрение, вот как вот было, сложно или нет, допустим, передвигаться по городу, покупать продукты, что-то кушать, готовить. То есть вот такое, вы знаете, то, что вот каждый день вот это, а никуда не деться без вот этого вот. Это было интересно. То есть, ну, во-первых, у меня-то сразу просто именно вхождение в СНДА у меня было с точки зрения именно исследователя. То есть мне приходилось не просто думать, как там доехать из точки А в точку Б, а, допустим, где там по пути вот из точки А в точки Б интересные места, как мне по ним передвигаться, как вот мне, да, как мне, допустим, доехать там до этого места и как мне попасть в труднодоступные места. То есть вот это вот все было очень, ну, специфическое. И так как это, в принципе, было бы плюс-минус так же даже в Латвии, если бы я хотела делать полевые исследования в Латвии, то я думаю, мне это помогло. То есть я знаю, что очень многие люди жалуются, что для них это было какой-то помехой. То есть вот им надо было, допустим, делать исследования там в лаборатории, но до лаборатории надо добраться. Там по пути надо, допустим, заехать в магазин, что-то купить. У меня оно было параллельно. То есть ты параллельно едешь тут вот, ну, скажем, ты перемещаешься, то есть ты, допустим, от университета до своей вот общаги идешь пешком, смотришь там, делаешь заметки. О, вот это место надо посетить, вот здесь интересно там и так далее. Опять же, точно так же с какими-то бытовыми моментами. Ну, когда муж с меня доехал, он еще тоже хватался за голову, говорит, как ты могла забивать на такое количество вещей. Просто, грубо говоря, вот, как это делается, говорю, не знаю, сейчас будем разбираться. Говорит, ты гордо не знаешь. Да, ясно, ясно. Да, у меня было, я просто отсекала какие-то моменты, которые мне были не полезны по исследованию. И наоборот, какие-то, которые мне полезны, я в них углублялась. Мне, например, очень понравилось сразу готовить именно местные блюда, местные вот то, что... И я ходила в магазин там, делала тоже списки из разряда, вот это попробовала, это было вкусно. Это надо так вот приготовить. Интересно становится. А что вот конкретно, допустим, вот вы чисто такая иностранная семья, оба иностранцы, живете, значит, в Японии. И вот что вы готовите, что вы едите предпочтительно? Какая у вас вот еда в основном? Она такая же, как вы ели и в Латвии, либо вы подстраиваете здесь под здешние продукты? Мы подстраиваемся, но я бы сказала, что у нас происходит такая ситуация, мы дополняем как бы свой рацион. То есть, например, вот что мы готовили в Латвии, мы здесь тоже временами готовим, если есть, конечно, из чего. Но, то есть, мы можем приготовить борщ, можем вот сегодня на завтрак ели манную кашу. То есть, такие вещи. Но... 18 лет. Я просто не знаю, да, не то, что не знаю, где ее найти, я даже ее и не ищу, честно говоря. В Геркулес покупать, да. В халяльных магазинах есть обычно. Каких? В халяльных. Ага, да, 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 да. Такие, а есть вот индусский магазин, халяль, да, халяльфуд. Можно там посмотреть. Ну, там можно, если, ну, нет конкретно, вот посмотреть саморина, да, она называется саморина, это практически то же, что манка. Вот мы ее покупаем. Ясно. Ну, вот вы сегодня, допустим, манную кашу ели, да. Вообще, вот, допустим, вы готовите вот такие блюда, как в Японии, там они, допустим, часто готовят каре или там что-то там, допустим, мы часто едим зимой, допустим, набе делаем, скиаки, шабу-шабу, всякие вот такую вот еду. Да, да, я в основном как раз готовлю японскую пищу, потому что мне проще, когда я могу сразу в телефоне посмотреть рецепт, и мне не нужно думать, я иду в супермаркет, покупаю. Опять же, я стараюсь есть в основном овощи, ну, не то, что я не вегетарианка, но у меня другое, у меня по здоровью, я стараюсь, чтобы у меня основа рациона по вас именно овощи. И в итоге я просто иду и с полок сгибаю всякие овощи, и дома, соответственно, смотрю. И мне проще, когда есть уже рецепт, не нужно думать, что с этим делать, там, что делать с дайконом, что делать, там, с кумацаны, просто берешь и режешь и делаешь. Так, это с каретикой, кто не знает, такая большая белка. Вот, очень люблю. Все такой вопрос, на засыпку. По каким продуктам ты скучаешь? И я скучаю даже скорее не по продуктам, я скучаю по блюдам. Вот, например, у нас есть хлебный суп в Латвии, мне иногда так хочется хлебного супа. Сырок гарумс, господи господи, как я люблю супки гарумс. Конечно, здесь глазированные сырки есть, но очень мало. Но я скучаю реально по настоящему хорошему сыру. Ой, да-да-да-да-да. И вот так резать прям хорошенько. И вот этот латвийский хороший хлеб, ароматный такой. Да-да-да-да. И всякими разными скучаниями. Ну, кстати, мы нашли несколько пекарен, которые делают очень похожий хлеб. То есть это нам все... Это очень дорого. Я сразу опускаю, потому что это очень дорого. Я на Фейсбуке тоже нашла группу, которая вот иностранцы, они готовят настоящий хлеб хороший и заказывают. Но там какая цена, что, извините. В общем, я пеку каждый день хлеб. У меня хлебопечка. Я пеку вкусный хлеб. Мы просто едим его как вата. Не, на самом деле очень вкусный. Вру-вру-вру. Не вата, не вата. Но вот как вы считаете, в общем, вашу жизнь здесь в Японии вместе с мужем, вот как иностранная семья, ее легкой, как по маслу, или все-таки в Японии жить тяжело? И никому бы вы не посоветовали. Вот я лично, вот если бы меня спросили, стоит ли ехать в Японию? Я сразу могу сказать, нет. Почему? Потому что очень тяжело, даже если ты здесь физически живешь, как на физической. оболочка твоя. Но внутри настолько тяжело, что просто, мне кажется, лучше, если переезжать как иммиграцию, рассчитывать на какие-то другие страны. Либо Америка, либо Австралия. В общем, более-менее такой многоинтернациональный, ну, где сможешь найти свою комьюнити, где ты сможешь работать, где на тебя будут смотреть как на равного, почти как на равного, скажем так. Вот как вы считаете свою жизнь здесь в Японии? Нормальный такой, как по маслу? В общем, нет проблем, да нормально. Либо все-таки тяжеловатого. Я считаю, что здесь мне лично, мне лично легче, чем в Атвии, честно скажу. Я не знаю, как в других странах, мне просто нет опыта. Но, честно говоря, я бы советую, если вот меня спрашивают, вот хорошо переезжать, я бы сказала, что стоит понимать, что вы все свои проблемы потащите с собой. Но очень многое из того, что вам помогало, оно дрежется. Соответственно, не то, что вот вы переехали, и тут просто вот, ах, сакура в цвету, и все замечательно. Нет, вы потеряете круг общения, вы потеряете поддержку там, опять же, родственников и так далее. Вы потеряете очень, ну, даже вот какие-то бытовые вещи, да, вот вы привыкли, а вам нужно заново. И, ну, скажем так, если у вас нету острого желания переехать именно в Японию, делать что-то, связанное с Японией, и строить здесь практически жизнь заново сначала, то я не советую. Но то же самое я бы не советовала насчет других стран, в принципе. Потому что я знаю, есть люди, которые, даже из моих знакомых, которые там говорили, ой, мне не нравится, я там перееду куда-нибудь, и будет хорошо у них там, как замечательно, там, не знаю, был в Германии, в Венгрии туристом, ах, так как там замечательно. А приезжают на место и очень быстро понимают, что проблемы-то те же, но нет поддержки, нет там чего-то такого. Поэтому, да, нам хорошо. Как бы самый главный здесь момент, конечно, если решил переезжать в Японию и пустить здесь корни, как говорится, останутся здесь, что самое первое, самое первое, даже если работа ваша не связана с японским языком, самое первое, мне кажется, это японский язык. Это самое первое, что нужно. Даже если, допустим, приехал сюда программистом, даже тебе японский, ты не нужен особенно на работе, но я считаю, что самое первое, это японский язык. Я думаю, что в твоем случае, не знаю, что твоего мужа, но в твоем случае самую главную роль сыграло то, что ты очень хорошо знала японский язык и ты очень глубоко понимала культуру и понимаешь, как общаться с людьми, как с японцами. Мне кажется, тебе уже с ними, наверное, проще, чем с латышами, наверное, общаться. Трудно сказать. У меня вообще некоторые проблемы в плане общения. Дело в том, что у нас семья из ДВГ, ну, то есть у нас в семейной СДВГ, то есть это синдром дефицита внимания и гиперактивности. У нас недавно его официально диагностировали дочери, и мы выяснили, что у нас он тоже, по всей видимости, есть. Да, и, ну, то есть мы сравнили, мы прошли те же тесты, выяснилось, о, да, у обоих. И если я пройду такой тест, что у меня там будет? Мне кажется, сейчас у всех людей что-то не то с головой. Да, но у меня всегда были проблемы с общением с людьми, именно я очень часто не могу разобраться, я не читаю вот эти все, ну, то есть все знаки по умолчанию, да, то есть то, что люди понимают, я не понимаю, да, то есть я не понимаю, когда мне пытаются что-то донести. Да, и я научилась это понимать именно через полевые исследования, потому что там ты вникаешь в человека, но это другое, это уже то, что люди, в принципе, ну, понимают по, ну, просто понимают, вот даже не вникают в это, для них это как дышать, для меня это сделать усилие, и я могу сказать, что для меня, в принципе, все люди вокруг, это иностранцы, в Латвии, в Японии, где угодно, я их просто не понимаю. Интересно, да, да. Мне приходится, мне приходится вникать, мне приходится вот реально напрягаться, чтобы понять, что они хотят сказать. И поэтому мне даже проще, когда человек не ждет от меня конкретно понимания, когда человек сразу смотрит на меня, понимает, о, надо объяснить как следует. И в Японии это проще, потому что человек садится и говорит, так, вот смотри, сейчас я тебе буду объяснять, как вообще нужно со мной взаимодействовать. И говорит, а, хорошо, делаю записи. И это проще, чем когда с тобой просто начинают общаться, потом ты выясняешь, что надо было здесь, там, не знаю, здесь шагнуть вправо, здесь шагнуть влево. А никто тебе это не объяснял. Поэтому мне проще. И вот я даже замечаю, что иногда это работает на пользу, потому что люди приезжают, они уже привыкли. То есть, грубо говоря, очень многие иностранцы здесь чувствуют себя так, что они вроде как вот не задумывались, допустим, как дышать, приехали, а теперь они думают, как дышать. Потому что им приходится делать напряжение. А я, наоборот, расслабилась. Я почувствовала, что ну, наконец-то, наконец-то меня ничего не ждут. Я могу расслабиться. Рыба устала. Я могу быть спокойно. Бакагайчин. А как начать погоды? Вот вы живете, значит, северная часть. Не ходно вам там? По сравнению с Латвией рай. У нас... Ну, мне кажется, что в Латвии вообще довольно такая противная погода. Слякоть постоянная, мне кажется. Да, да, да. Постоянно вот это... Нормально. Слякоть. А зима, она бывает очень холодной. Очень-очень такой вот холодной. Конкретно. Промерзаешь до костей. Да. А тут вдруг опять оттепель и потекло. А потом... Ну, и вот это... Я к этому вроде привыкла, но здесь, когда тут все ходят, да-да-да-да-да, как тут холодно. А мне нормально. Ну, хорошо. Да, уникальность. Кого из русских не спросишь, все холодно зимой. Холодно зимой. А, ну, в домах холодно. Да, в домах холодно. Наверное, это я имею в виду. А вот есть у тебя любимые места power spot в Японии? Места силы твоей вот? Которые вот ты, допустим, если приезжают люди в Японию и говорят, вот я хочу ощутить вот это вот место силы, допустим, поехать в Камакуру и посмотреть вот на эту статую Будды. И когда ты там стоишь и прям что-то тащишь. Это я образно говорю. Ну, я понимаю, да. Есть вот такое секретное место, допустим, или бамбук вылез в Киото, когда ты приезжаешь туда и идешь по этой дорожке, и вокруг вот этот бамбук шумит, да? Или, ну, вот что-то такое. Вот твое заветное место, в которое ты приехала и сказала, ну, это все, вот это оно. Я потащу людей в такие места, которых они никогда не видели, до которых они очень долго будут добираться и которые они потом никогда не забудут. Да, вот. Ну, нет, на самом деле у меня есть... Пришли ссылку, чтобы я вставила сюда. Понятно. Дело в том, что я не очень люблю туристические места, я в них хожу, но я считаю, что именно из-за того, что там очень много народу, в них трудно как-то войти, трудно ощутить, что, о да, пауэрспорт. Да, я единственное, вот, наверное, вот Киомизудера, она такая веселая, она такая вот бабам, что называется, ты там ходишь и постоянно в каком-то истерическом веселом настроении, мне кажется. И это только на меня так действует. Но вообще, конечно, для меня огромным местом силы стал мой храм, в котором я состою ученицей. Он маленький, он такой, ну, как бы-то сказать, такой, не то что даже Ана Спотто, он вообще похож просто на дом. Его очень часто в мимо проходят, даже не поняв, что это храм. Но в него входишь, только снаружи очень большая статуя Чизо стоит, но вот у него входишь, и там даже вот Гухонзон, главная статуя, она окружена прохотными статуями Чизо самодельными, которые люди делают сами. И это как-то воздействует, я не знаю, вот как я впервые вошла, я это увидела, и я поняла, что все, я хочу здесь остаться. Вот в этом храме я из него больше не уйду. Это раз, во-первых. Еще я очень люблю ходить в горы. И там работает все, то есть даже то, что у тебя начинается кислородное голодание. Даже это дает какое-то особое состояние. То есть, например, я сходила недавно на Гасан, вот в этом году, на Рогасан. И у меня потом еще несколько, довольно долго меня дико перло, просто вот такое состояние, что вау, круто, как будто просто все из себя скинул. Вот это очень хорошо. Я люблю такие места. Есть какие-то маленькие очень светилища, вот даже по Сэндайю. Например, у нас неподалеку есть Сан-Киодзава-Фудосом. Я очень люблю это место. Это... Там есть небольшой водопадик и светилище Фудо. И вот там можно сесть и сидеть целый день. Там никто не будет заходить. Временами, может, кто появится, просто сидеть там и отдыхать. Вот такие места я люблю. Я, конечно, понимаю, что как бы такие всеми известные протоптанные дорожки никому особо-то и неинтересно, а что-то такое. Вот это мне было интересно узнать. Какие вот твои такие вот power spot, где ты чувствуешь себя, прям наполняешься энергией, силой. Дальше у меня такой вопрос, значит. Очень пойдет нехорошие вопросы, короче. Как ты считаешь? Вот ты считаешь японцев развратными людьми и извращенцами? Нет. Нет? Ну, я почему этот вопрос задаю? Ты не пугайся. Потому что, ну, допустим, я вот часто на Facebook там читаю туда-сюда и очень часто многие девушки пишут там, да вообще они такие извращенцы. И как ни послушаешь, даже иностранцы об этом говорят, что типа вот японцы такие извращенцы, туда-сюда. Просто я к чему? Что они вот как бы, вот ты с буддизмом, здесь связано с религией, туда-сюда вот тебя окружают вот такие вот люди. Но вот, допустим, идешь в обычный store и там продается все вот, вот, пожалуйста, тебе. Всякие, ну, скажем так, откровенные журналы и очень много love hotel здесь и все, и в любое, в общем, мест очень много, куда пойти и развлечься можно именно в плане таком. Ты не считаешь таких, их такими прям вот? Мне это нравится даже. Ну, я могу сказать, потому что, ну, как, love hotel, ладно, они-то такая, как бы, ну, связаны с, вот, все это, как бы, ну, как это, Господи, слово забыла. Ну, вот, есть вот вся эта инфраструктура развлечений, да, сексуально, которая здесь. Это их хост-клабы и так далее, но они более такие мягкие-мягкие, но, как бы, тоже связаны. И я к этому отношусь, ну, так, потому что это тоже как бы эксплуатация. И я понимаю, что люди, которые в этом вертятся, ну, да, я встречала девушек, которые, допустим, работали хостес, им было круто, им было норм, им это нравилось. Но я встречала тех, которые очень сильно в это попадали, как бы, потом у них были какие-то проблемы, там, все. То есть, ну, оно такое, ну, сомнительное, вот, именно в плане безопасности. но сама по себе идея, что можно куда-то поехать там и нормально переспать, то есть, без каких, без вот этих проблем, где там найти, да, то есть, реально ты платишь к 3 тысячи и можешь спокойно, эти, там, сколько, сколько там эти 3 тысячи за час или два, ну, то есть, ты можешь спокойно, вот, предаться наслаждением и не искать никакое место, потому что, опять же, квартирка-то маленькие, и я очень хорошо понимаю. Журналы, журналы тоже, я их люблю полистать. Я не хотела, ну, я думаю, что тебя этот вопрос, на самом деле, не смутил, и вообще мы все люди взрослые. Я почему этот вопрос задала? Я просто хочу развеять вот этот вот, вот эту ауру, вот этот, ну, что, о том, что японцы, ну, я очень это просто часто слышу и читаю, что они типа, вот, ну, что-то извращенцы какие-то, вот, что-то у них извращено, их, вот, сознание. Но я считаю, что совершенно нет, совершенно такого нет. Почему? Потому что, ну, просто то, что это все доступно и открыто, и есть, это не значит, что все этим вот поголовно занимаются, скажем так, да? я даже считаю, я считаю в какой-то степени японцев немножко такими, ну, не то чтобы, но я их не считаю агрессивными в этом плане, в отличие, допустим, от европейских мужчин, скажем так, они, мне кажется, еще более такие агрессивные. Наверное, тестостерон намного выше у них, не знаю. Ну, в общем, я просто хотела развеять вот этот вот миф о том, что с японцами что-то не так, но хотя бы в том плане, что они делают такое аниме очень странное тоже. А, хентай, мне нравится хентай, иногда смотрю. И аниме, и журналы, и все такое, но как бы... Ну, это другое. Другими японцами ты... Я бы сказала, что здесь вот есть это, как бы сказать, вот это... Ну, Япония все-таки, это не христианская страна, и вот это христианская мораль, что надо все запрятать под коврик, в Японии не очень распространено. То есть, опять же, это все выходит из щунга. То есть, вот есть такая замечательная штука, как щунга, весенние картинки. Да. И если... И как бы это считается, что, ну, люди иногда, соответственно, люди занимаются сексом, соответственно, людям иногда приятно посмотреть на какие-то сексуальные картинки. И, опять же, стоит понимать, что даже тот же хентай, это, ну, наследие вот этой традиции. И, если не считать, что все это ужас, ужас, как же так у них там, можно посмотреть на секс, ужас, то оно, в принципе, на мой взгляд, полностью, ну, нормально. Это не те вещи, которые меня смущают. Меня больше, ну, смущает как раз, там, культура изнасилования, да, которая вот есть реально, то, что как раз именно в патриархальных, таких, очень консервативных, консервативной среде просто не принято это обсуждать, и, ну, в то же самое время просто принято принуждать к сексу. Но людей как раз это не сильно впечатляет, а вот впечатляют хентайные картинки. Мне это кажется странным, потому что хентайные картинки никому плохо не делают, а не картинки. Многих, многие мамы возмущаются, допустим, я читаю в Фейсбуке, многие мамы возмущаются, как так? Заходим в комбине, а там вон все это продается открыто, дети же могут это все видеть. В чем проблема? Пусть смотрят. Нет, правда, я как мама сама, я считаю, что у нас ребенок, в принципе, очень рано мы поговорили об этом, и я подозреваю, что, конечно, она знает больше, потому что я помню, сколько я всего знала 8 лет, и как бы, я вполне предполагаю, что моя дочь жена, это такие вещи, о которых мы не говорили. Она, в конце концов, взаимодействует с мальчиками и девочками, они это обсуждают. А ваша дочь ходит в японскую школу? Да. И вы дома общаетесь на русском или на каком? На русском, но в последнее время я стала замечать, что ей проще объясниться даже на японском, не стали. Ну да, он, мне кажется, японский очень лаконичный такой язык, очень легко донести мысль одним словом. Тайнаи или шоуганай, гамбанай, так сказал и все, ребенок понял, хорошо. Значит, теперь следующий вопрос. Большое спасибо за этот ответ и я еще раз прошу прощения, если эта тема как-то задействует на чьи-либо чувства. Мои точно нет. Надеюсь, что это не это самое. Но вот я еще часто с мужем разговариваю на такую тему, что почему вот японцы вообще, вы считаете, как ты считаешь, это религиозный народ или нет? Это очень сложный вопрос, потому что на мой взгляд религиозность очень трудно определить. Вот в Японии, ну, здесь еще вопрос переводов, потому что, например, если спросить в Латвии просто, вы там, допустим, человек религиозный, то человек, скорее всего, поймет это как принадлежность к некой, ну, как бы, идентичность, его спрашивают по идентичности, и он ответит там, допустим, да, я католик или я православный, или я протестант, реально, ну, это даже не относится к тому, верит ли он реально к Богу, ходит ли он в церковь, делает ли он что-то. В Японии это скорее некоторая степень, ну, вовлеченности. и в итоге люди очень часто отвечают, что нет, я не религиозный, потому что считают, что если они ответят, я религиозный, то они должны это как-то подтвердить, да, то есть, какими-то, но при этом среди вот этих нерелигиозных людей есть те, кто, у кого дома там комедана, бутсудан, то есть алтарь, сантаистский, алтарь буддистский, кто регулярно ходит на хацу моды, покупает у мамори амулеты, ходят даже там на дзадзен в храм регулярно, и они это считают просто как, ну, да, это религиозное поведение, но человек считает, что оно его вообще никак не определяет, это такие вещи, которые все типа делают, а, да, ну, да, 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 а религиозными себя называют люди, у которых это часть идентичности, например, они в какой-то НРД, новом религиозном движении, тогда, да, тогда они себя называют религиозным, потому что это важная часть, это их как-то определяет как человека, ну, поэтому я считаю, что Японцам свойственно религиозным поведением в достаточно сильной степени, то есть здесь это в культуре, это очень сильно, глубоко в культуре, как-то так. Своим взглядом абсолютно не, скажем так, не глубоко знающего человека, скажем так, религию, конечно, знаю религию, что это такое и с детства, и, кстати, в Латвии это было дело, ходили мы по разным храмам с моей сестрой, и вокруг нашего дома был храм католический, православный, староверский, то есть мы по всем ходили, и все, меня это очень притягивало, эта тема на самом деле очень сильно, и я могла сидеть час в католическом храме, потом пойти в православный, потом заглянуть в староверскую, староверскую, страшно мне было заглядывать, но в общем, мой взгляд, такого обычно обыденный человек, совершенно не разбирающийся в религии, я бы сказала, что японцы не религиозные люди, ну, общество, я бы сказала, что у них совершенно религия и государство вообще никак не связаны, допустим, в случае, ну, так как ты латышкам, наверное, ты не очень знаешь, но на данный момент в России, мне кажется, что церковь и государственная структура настолько тесно стали связаны, что меня это даже немножко, ну, пугает, что вот это вот состояние, вот, и мы с мужем очень часто обсуждаем, я говорю, вот, в России, там, вот, христианство и про религию начинаем говорить, что-то он говорит, ну, вот мы, японцы, мы ничего не говорим о Боге, но тем не менее, мы, у нас очень мало преступлений, и это не потому, что мы боимся Бог нас накажет, мы просто, просто действительно боимся людей, которые нас окружают, и что они нас осуждают, а в России, например, там сразу начинают говорить, ты что, Бог накажет, ты плохое делаешь, что-то там такое, все, видит Бог, там, покарает, или еще что-то, вот в этом, мне кажется, в России очень так сразу, чуть что, так сразу Бог. трудно сказать, если сравнивать с Россией, может быть, но, например, в Японии, в Японии, в принципе, есть какие-то государственные, опять же, ритуалы, которые выполняются, то есть, не будем забывать, что император, это религиозный символ нации, в России этого нет, Путин не является религиозным символом нации, и такого нету, то есть, по церквям, мне кажется, там, нет, по церквям, да, но, но нет, вот это религиозно, ну, то есть, скажем, религиозного монарха нет, это факт, какие-то, опять же, в Японии есть, какие-то вот, эти обязательные, да, то есть, ритуалы, которые очень сильно влияют на политику, то есть, например, тот же вопрос, пойдет ли у нас премьер в этом году в Ясакуни Джинджа, или он к нему не пойдет, то есть, ну, мне кажется, это, если сравнивать, например, с Ватвией, то это куда большая религиозность, потому что в Ватвии у нас просто такой вопрос, как, ну, не встает, и, ну, если у нас новому президенту, новому премьер-министру не приходится как-то обозначать свое отношение к религии, он может его просто оставить в сторонку и никак не рассматривать. Опять же, именно в Японии, по-моему, но если бы Комейто конкретно, откровенно заявили свою связь с Ока Габкой, ну, они сейчас как бы так, типа, ну, мы не совсем, мы их не... Обычным зрителям, что такое Комейто, что это... Комейто, это партия, это партия, японская политическая партия, которая основана верующими, представителями, ну, как бы буддистского движения, ну, я предпочитаю видеть их как НРД, как новое религиозное движение, с Ока Габкой, и хотя они вроде как утверждают, что они не имеют непосредственно связи с Ока Габкой, но реально, реально, конечно, имеют. Об этом можно почитать, есть очень хорошие следователи, Ливай Маклафлин, он много об этом пишет. Но, реально, то есть, если бы они это подтвердили, то, наверное, это была бы, ну, по крайней мере, одна из самых успешных религиозных партий в мире, если не самая успешная, потому что Комейто, ну, они реально, они же сейчас в коалиции, и, насколько я знаю, до сих пор они в коалиции, как бы, ну, неплохо у них дела идут. Поэтому, да. Я вот просто вижу, смотрю на обычную японскую жизнь, да, я живу, у меня муж японец, и у меня вся жизнь просто очень, она настолько объяпоненная, скажем так, да, у меня уже друзей особо нет русских, я очень мало общаюсь, на самом деле, на русском языке, очень мало общаюсь. вот, вот, и я бы сказала так, что вообще нерелигиозный народ, вот, допустим, у нас в России, если там Пасха, то все идут, там, вот это вот все похуде, церковь, все там готовятся, что-то такое, да, но здесь, вот, ну, нету такого, просто, я хочу подчеркнуть, что это очень традиционная страна, традиции здесь чтутся как нигде, но вот такого глубокой вот религии, допустим, своих детей, я тоже их, когда они родились, мы, значит, их в этот, в этот храм, все такое, и Штигосан тоже, все вот это, но это никак не было связано с чем-то вот таким религиозным, это было больше связано с традицией, именно вот с традицией, и вообще, я считаю, не вижу здесь никакой в Японии, знаете, вот такой вот, такой тяжелой ауры религиозной, вот тяжелой, как я в России вот это ощущаю, иногда, вот это вот такое обволакивающее, вот ты заходишь в церковь, там вот надо вот так себя, вот так вот как-то, здесь как-то все более спокойно, вот мирно, а оно более естественно, человекообразно, наверное. Ну, тут трудно сказать, я, опять же, это очень вопрос той самой религиозности, то есть как она может проявляться, она может проявляться как очень сильный доктринализм, то есть, ну, доктринизм, когда человек реально, даже в каких-то своих нормальным, ну, ежедневно подчиняется, в том числе, религиозным нормам, просто потому, что по-другому невозможно существовать, даже если нету, допустим, если это не религиозное государство, если у нас церковь отделена от государства, или там, ну, вообще религия отделена от государства, но тем не менее, в обществе вот эти правила, они все еще очень сильны, есть такие общества, но есть общества, в которых этого нет, и религиозность, в принципе, воспрощается скорее как потребность что-то сделать духовное, ну, вот, например, я бы сказала, что если говорить о японском, да, то, ну, допустим, мои, тоже мои знакомые, лекиоведы, там, и так далее, определяют это как, например, действительно очень сильная потребность сделать этот Шичи Го-сан, да, то есть, не забить на него, вот именно пойти хотя бы один раз, потребность, допустим, перед тем, как у тебя экзамены, ты реально вот тебя трясет, если ты не пошел, не купил умамори, там, не помолился, да, иначе ты чувствуешь, что у тебя нет вот этой защиты, это тоже проявление религиозности, но так как нету, ну, да, действительно, нету, как бы, внешнего давления, и ты понимаешь, что если ты придешь без умамори, да, то никто не будет на тебя там вот так вот смотреть там, да, то люди воспринимают вот именно как какую-то внутреннюю потребность, типа. Это мне и нравится в Японии, что это все-таки критично, это дело каждого, то есть совершенно никак не переплетается с мнением других людей, кто там с людьми, допустим, или это не пропагандируется никак на телевидении, нету такого, ну, если есть какое-нибудь специальное телевидение, может быть, оно пропагандируется, но не на обычных центральных каналах. Ладно, пойдем дальше. Блиц такой опрос, быстренький, и мы будем заканчивать, потому что время уже очень много прошло. Твоя любимая музыка, исполнитель, если есть японский, например. Именно японский? Именно японский? Все, что угодно. Наверное, самое альтернативное, что я слушаю, позову Шина Ринго. А так, есть такая паница Шина Ринго? Шина Ринго. А так, а так я Керри Пами Пами люблю, вот, Перфюм, знаете, вот сейчас Кинг, очень люблю группу. В принципе, слушаю, да, вот ходила, кстати, вот первый мой концерт после пандемии был концерт певицы Реона. И это было просто супер. Круто. То есть я, я в основном, слушаю, ну, я от студентов заразилась, что слушаю студенты, то, в принципе, слушаю и я. Но я тоже через детей узнаю современную музыку такую японскую, да, что вот у меня дочка, например, слушает, ей 16 лет сейчас. А что слушает? Что слушает? Что слушает? Это ее, в общем, я даже название не могу запоминать, в общем, слушаю, что она слушает, там, подслушиваю что-то. Я даже сейчас навскидку не могу сказать, что там, кого-то она там, это вот, усей, 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 ну, вот, типа из... А я лично вот из японского, что во что я влюбилась, это моя любовь просто на всю жизнь и лучше этого для меня никого нет, ну, на данном в Японии, это для меня она просто королева, вот это я могу слушать постоянно. И еще один мой, одна любимая группа, конечно, это офигеть, я просто не могу, One of Rock, это просто высшее One of Rock, это мой, мои любимые исполнители, я, которых у меня, именно они в плейлисте у меня. Кого-то я могу там послушать, допустим, что-то из-за ними, допустим, Лиса или еще у кого-то, ну, допустим, одну песню из-за ними, которая подсела на меня. Но вот Утадо Хикару и One of Rock, это те, кто у меня в плейлисте. А, вот еще вот такой вопрос, любимый фильм есть такой? Допустим, ты можешь прям пересматривать. Нет, у меня много, я, ну, таких много, если сказать, именно из японских, из японских, из японских, какие у меня любимые? Японские, а вообще... Нет, я, например, очень люблю фильмы Курибито, я его несколько раз пересматривала, почему удалось не смотрю. Я люблю британские фильмы. Да, очень. Я часто, я часто своим студентам, вот у нас последний, последний урок всегда, мы смотрим фильм, они мне потом про него пишут. И тебе даже попкорн подарили, да? Да, попкорн подарил студент, но в этом году они сами выбирали, что они будут смотреть, абсолютно, а вот если я выбираю, то я стараюсь им дать какую-нибудь британскую, вот, такую у них есть драма-комедия, когда ты вроде смеешься местами, а потом вот сидишь и рыдаешь. и, да, вот мне нравится, то есть я очень люблю, например, старый, но очень классный фильм, это «Четыре свадьбы и дни похороны». Просто обожаю. Актерский состав просто замечательный, но это вообще, это классика, это классика. это уже, это уже, это реально классика. Акчуалы, это тоже, я считаю, уже классика. Да, это уже классика уже. Билли Эллиот, Билли Эллиот, одна из любимых. А, или я могу смотреть, например, пересматривать очень часто, я пересматриваю прям, вот это, «Интерстеллар», несмотря на то, что он такой длинный, фильм и такой, это, я могу смотреть несколько раз, или, или «Бойцовский клуб», это просто обожаю. И тут я вот, так как у нас была беседа, сегодня была планирована, я вчера стала пересматривать фильм «Маленький Будда», «Бертолуччи». А, я его не видела, кстати. Очень рекомендую. Ну вот посмотри, если ты, допустим, пляжешь «Киану Ривзу», это моя любовь. «Киану Ривз», «Киану Ривз», да. Просто там, просто невероятно красивый, ну, 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 это, вот, природой создана красота, просто невероятная, обожаю. В общем, мне теперь понятно твои вкусы, это классно, классно. Так, есть любимый писатель или любимая книга, вот, которую ты любишь, допустим, потом что-то раз пересчитать, или еще раз пересчитать? А вот трудно сказать, потому что… есть, есть. Я, в основном, вот, я честно скажу, что я читаю чисто для наслаждения, для того, чтобы немножко, ну, именно фикшн, да, то есть литературу художества. Я читаю для наслаждения, я читаю для того, чтобы немножко… Художественный ритератор, литература, именно художественный. Да, чтобы отключиться. И поэтому, вот, мне нравится читать «Детективы», например, или «Хоррор». Я люблю Стивена Кинга. Обожаю. Но я Стивена Кинга читала в юности, честно говоря. Я уже во взрослом возрасте не помню, когда читала. Нет, я его сейчас и перечитываю. И я люблю Джоан Роулинг читать. То есть я Гарри Поттера, понятное дело, перечитала, но я перечитала еще в подростковом возрасте. А сейчас я читаю то, что у него выходят детективы. Очень люблю. Ну, так я много читаю то, что сейчас выходит. Я практически просто вот смотрю и говорю, о, кто-то что-то читает, надо мне читнуть. То есть даже не задумываюсь. Вот, кстати, из российских я сейчас очень подсела на замечательную писательницу Дарья Бабылева. Да, вроде Бабылева. Она пишет хоррор. И такой замечательный вообще. У нее есть книга в Юрке. Я обожаю эту книгу. Я ее несколько раз перечитывала, ныряла в эту атмосферу. Кожа, да? Она такая уютная. Она страшная, но какой-то даже уютная. Да, мне хочется. Я срочно, похоже. Хочется войти и жить в этих мирах. Хотя они страшные, но они такие классные. Что-то такое фэнтези, что ли? Нет, это нормальный классный хоррор. Но вот какая-то атмосфера очень такая уютная. Ты читаешь электронные версии, да? Я читаю разные. Я люблю в бумаге, но сейчас я стараюсь. У меня есть читалка электронная. Я стараюсь все запихнуть в читалку и читаю в ней. Вот. Еще вот такой вопрос. Есть ли любимая кухня мира, которую ты прям обожаешь, допустим, индийская, китайская, японская, или которая вот твоя вот прям, ух, это моя кухня? Ну, я, в принципе, люблю японскую кухню. У меня она вот нормальная, я ее люблю. И так, я абсолютно спокойно отношусь к той же латышской кухне, русской кухне. Мне нравится, например, да, украинская кухня. У меня муж, это, наполовину украинской. Наполовину непонятно кто, как водится. Имя у него, по крайней мере, такое. Тимур, это, Тимур же его зовут, да? Тимур. Нет, на самом деле у него полурусское, полуукраинское семейство. И он очень классно готовит вот тот же борщ там. А как его мама, боже мой, вот как его мама готовит вареники. Боже мой, какие вареники. Как я по ним скучаю. И, да, но если, я еще люблю Средиземноморскую. Вот я была на Крите, один раз в жизни я была на Крите. И я там отрывалась. Но я питалась практически, вот сейчас покадаю, что я питалась сыром и оливками. С какими-то добавлениями, то есть вот сыр, оливки и что-то еще. Да, то есть я люблю, ну, наверное, если так говорить, я люблю, когда много овощей. И вот мало такого греножира. Но в то же самое время я люблю простую, я люблю простую пищу. То есть, например, в Японии самое вкусное, что я ела, это когда ты заезжаешь в какую-нибудь деревеньку. И там какая-нибудь местная задрипанная такая вот шокудо. Да, да, да. И вот там самое-самое-самое вкусное. Или бабушки, вот ты участвуешь в каком-нибудь мероприятии, там бабушки что-нибудь быстренько наготовят на всех. И налепили со всеми травками, муравками. Там эти пошли, пошли чуть ли вот сейчас прям в горы сходили, там, наверное, зарезали, но лепили нигири. Боже, как это все вкусно. Мне нравится в Японии, кстати, если говорить о кухне, они, конечно, гуманы, невероятны. Я считаю, что потрясающая кухня японская. Не зря она внесена в ЮНЕСКО, охраняется ЮНЕСКО именно, ну, определенная, допустим, осе-чирьори, да, новогодняя. Но что мне очень нравится в Японии, то, что они питаются по сезонам. Сезонность, да. Есть такое в России, допустим, чтобы было понятно, кому, что означает по сезонам, допустим, летом щавельный суп, да, вот, да, скажем так, вот только летом можно есть щавельный суп. Вот в Японии так же, на каждый сезон, лето, осень, зима, весна, своя еда, свой, свой какой-то продукт такой вот, да, допустим, сейчас это хоксай, да, ну, вот это китайский, допустим, ну, просто образно говоря, осенью это самма, рыба, да, вот это. И самма так летает, да. Вот, и сладкий картофель там. Ну, в общем, следующий вопрос. Кофе или чай? Кофе. Кофе. Я бы тоже селюсь, но я могу. Хлеб или рис? Или рис? Хлеб или рис? Иногда хлеб, иногда рис. Да, рис, да. И то, и другое я стараюсь избегать. Я мотовую. Вот как. Если меня спросят, хлеб или рис, я уже, наверное, сейчас отвечу, что рис, потому что рис я ем намного больше, чем хлеб. Рис каждый день, каждый день, да. Вот. А хобби? Так, самое простое сказать, это хайкинг. Я очень много, когда есть возможность, я хожу на хайкинг. Это мое самое любимое хобби. Так, ну что еще? Наверное, все-таки чтение, чтобы можно понять. Ну, вот это. Круто, да. Любимое слово японское или английское? Или русское? Так, любимое слово. Такое слово, которое... О, вот это мое слово. Прям вот оно мое. Или любимый иероглиф. Есть такой? В японском у меня есть два любимых слова. Нет, три я бы сказала. Вот я очень люблю слово моттайнай. Так. Моттайнай нааа. Вот это мое любимое. Очень люблю слово мэндуксай. А, это да. Моттайнай тоже. И я очень люблю ябай. Ябай! 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 Это мое любимое. Да, это... В общем, чтобы всем было понятно, моттайнай означает... Моттайнай это очень трудно. Оно трудно. Это когда... Оно настолько хорошее, что вот не хочется выкинуть, или наоборот, не хочется использовать. Да, да. То есть, когда ты, допустим, купил бутылку саке, принес домой, поставил, она у тебя стоит на столе, и вот ты говоришь, ммм, надо бы выпить, но моттайнай нааа, и не пьешь ее. А потом она у тебя стоит уже долгий год, и ты начинаешь сомневаться в том, что она вообще употребима, и ты думаешь, не выбросить ли ее, но ты каждый раз думаешь, моттайнай наааа. И так она у тебя и стоит, короче. Вот это моттайнай. Мэндуксай это когда тебе что-то надо сделать, но тебе очень-очень не хочется, потому что это будет тяжело, потратишь много времени. То есть, например, обычно это говорится о чем-то, что неплохо бы сделать, но ты постоянно это откладываешь. Вот мэндуксай нааа. Вот, например, у меня, мне каждый, я каждый раз думаю, что надо подбивать, когда я выставляю оценки, у меня последний день выставления оценок, это просто вот последний период выставления оценок, я просто ухожу в это с головой. Я каждый раз думаю, что надо их подсчитывать по пути, то есть вот подсчитывать, там, выводить, а потом уже в конце смотреть. Но каждый раз, а, мэндуксай нааа, это бывает. Каждый день охота все это делать, да, да, да. Ябай. Ябай, ябай это когда вот... Лучше всего капец. Капец, да, это лучше всего капец. Я знаю, я иногда вхожу в класс своим, вот у меня есть, который у меня высший уровень студенты, а есть студенты, которые низший уровень. Ну, больше у меня их нет, со следующего года мне с них снимают, что жалко, в принципе, не такие хорошие. Ну, мне нравилось, у них видно прогресс, когда вот они приходят такие, здравствуй, дерево, а потом понемножку начинают что-то говорить. Самая лучшая награда для учителя, это прогресс видеть, да. И вот я люблю, когда я вхожу в класс, и такая тишина, и где-то с задних парт я слышу, ябай. Поэтому они меня впервые увидели и поняли, что все, на эти спикеры, ну, понеслась. Ребята. Вот следующего. Погода влияет на твое настроение? На настроение нет, на самочувствие да. А, и через самочувствие, конечно, влияет на настроение. У меня просто артрит, и пальцы начинают болеть, когда дождь. Вот это самое непосредственно. Вот, как, кстати, из фильма «Маленький Будда» меня прям настолько поразила одна фраза, прям я ее била себе в голову, прям вот, прям обожаю. Вот эта фраза называется «Для ума нет препятствий, а когда нет препятствия, значит, и нет страха». Вот поэтому, пожалуй, я и хочу закончить сегодняшнюю беседу нашу, да, что я была просто невероятно рада, то, что нам получилось. Да, беседовать, да, беседовать, и что я надеюсь, что мы продолжим нашу дружбу, вот, несмотря на то, что мы абсолютно два разных человека с разных полюсов. И это было просто настолько познавательно и интересно. Надеюсь, что наши зрители оценят. И я сразу хочу извиниться перед всеми зрителями, если я перебивала и не дала возможности полностью высказаться, но так как хотелось сделать так, чтобы было более компактненько. Я могу говорить часами, так что меня уже затыкает. Не смотрю, что мы уже полтора часа разговариваем. Вот, ну давай тогда, большое спасибо, огромное спасибо. Спасибо большое, огромное спасибо. 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 Спасибо.